При этом масштабная общественная дискуссия в связи с лесными пожарами в этом году пока не ведется. Хотя объемы возгораний повторимся соизмеримы с прошлогодними, когда горящие леса Иркутской области регулярно мелькали на федеральных каналах. Возможно, вся причина в том, что в 2015-м горела тайга у Байкала. Возможно, люди просто уже привыкли к этой проблеме. Чтобы выяснить точно, насколько критической жители региона считают сегодняшнюю ситуацию с лесными пожарами, мы провели опрос людей на улице. Это экологическая катастрофа, однозначно. Потому что пожары возникают во многих местах, туда, куда не может добраться человек, не могут добраться спасатели. Мне кажется, контролируемо. Потому что в прошлом году было намного хуже. Так как мы практически жили в дымке, сейчас, по крайней мере, я этого не вижу. Я сильно не слежу за новостями и вообще их специально не смотрю. Это неконтролируемая ситуация. Почему? Потому что не хватает сил и средств. Точнее, они есть, но не используются. Мне кажется, что это экологическая катастрофа. Потому что очень много не подвластно людям пожаров. И очень много они возникают ниоткуда. Я думаю, что катастрофа. Потому что это каждый год. Каждое лето. Большинство респондентов считают, что ситуация с лесными пожарами в регионе близка к экологической катастрофе. И с этим трудно поспорить. Ведь даже если количество возгораний в этом году не побьет рекорд прошлого лета, то с каждым новым пожароопасным сезоном все равно наших лесов будет становиться меньше. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням.